Железная логика Желающих ввести войска на Украину Пытается сколотить та самая Франция С тем самым Макроном Который топает ножкой Говорит, что про российские силы победили Я сейчас там всем покажу что-то Приглашение С одной стороны получили такие видные Военные гиганты, как Латвия, Эстония и Литва Но тем не менее Там есть на подтанцовке Что называется еще Дания, Швеция, Британия Нидерланды, США Понятное дело, что приглашение Это еще не обязательство куда-то там Явиться на сборный пункт Но тем не менее Пока что это все идет под соусом того Что это будут Военные инструкторы, военспецы Которые должны на месте Ближе к земле Учить кому-то чего-то Но, не знаю, по крайней мере Мне почему-то так кажется Это мое личное оценочное суждение Что от каких-то там инструкторов До спецподразделений Которые там уже в общем-то есть И просто до линейных частей Которые так или иначе Могут попасть Под удар какой-нибудь Да, еще куда-нибудь Что, опять же, подвинет На шаг ближе К очень большой войне Ну, не так далек Не такой далек путь Люди вообще понимают Вот те, которые Вот эти письма пишут Да, это глава генштаба Франции На секундочку Военный человек Который, ну, по идее Должен вообще порох нюхать Каким-то образом Он вообще понимает К чему это все может привести Ну, опять же В 3157 раз Так сказать Да, приходится повторять Одну простую вещь Они считают Что все это Весь конфликт Может ограничиться Украиной Вот, собственно, и все Они не верят в то Что мы можем создать им Какие-то проблемы За пределами Украины Они считают Что мы на это Никогда не решимся Значит, серьезных угроз нету Значит, можно, так сказать Сидя у себя Да, ставить любые эксперименты На территории Украины И в этом, несомненно Как бы, да Есть проблемы для нас И есть соблазн для них Потому что, скажем Ну, условно говоря Там, да Над Черным морем летают Американские самолеты Разведчики и беспилотники Они наводят ракеты На наши объекты В том числе на мирные Как бы мы Значит Ничего не делаем По этому поводу Да Опять же Надо, не надо Можно долго обсуждать Я считаю, что надо Вот По той простой причине Что Думать, что Вот наше неделание Оно расценивается ими Так сказать Как шаг доброй воли Или думать Что наше неделание Не позволит развиваться Конфликту дальше Я думаю, что это сомнительно Да Потому что конфликт развивается Да А наше неделание Как бы Только распаляет их аппетиты И это самое главное Насчет того Понимают или не понимают Они считают Что этим можно ограничиться Во-первых Во-вторых Речь идет Просто о Как это модно говорит Легитимации Или о том Чтобы узаконить Присутствие натовских войск На территории Украины Потому что Инструкторы из всех этих стран Давно там есть Значит Всякие разные Военспецы Давно там есть Значит Спецназы Группы по крайней мере Какие-то небольшие Там давным-давно воюют Вот Поэтому речь идет Именно о легитимации И о том Чтобы в рамках Этой легитимации Да Действительно Расширять Реальное военное присутствие Значит НАТО На Украине И участие В этом самом конфликте Плюс ко всему Опять же Возможно На будущее Там Да Они считают Что Модель Участия Может быть следующие Они условно говоря Стоят где-то там В глубине территории Обозначая красную линию За которой нельзя переходить Это во-первых Освобождает часть Украинской армии Для того чтобы Перебросить на фронт Вот А одновременно Так сказать Да Ну выстроена будет Какая-то вот красная линия И сказать Что если Все пойдет совсем плохо Да Вдруг То вот дальше этого Значит вы Русские Право Не имеете права Так сказать Ходить Да Потому что здесь Вот наши Так сказать Части Это В общем конечно Вещь опасная Но тем не менее Опять же еще раз повторю Что Украина Украина им в этом смысле Не жалко Вот Но почему как бы Тоже в этом контексте Интересно все то Что происходит В внутренней политике Франции Если сейчас Макрон Вот он объявил Внеочередные выборы Если его партия Их проиграет Вот То у него могут С такими инициативами Быть проблемы В парламенте Вот То есть Грубо говоря Там до какого-то момента Какие-то решения Он может принимать С парламентом Их не согласовывая Вот А с какого-то момента Все равно нужно разрешение Парламента Нужно согласие Правительства На то что На то что там происходит И если например Скажем Макрон Проиграет Сейчас он мне кажется Идет ва-банк Вот Если он проиграет Эти выборы Такого однозначного Мандата На вот Раскручивание Вот этой спирали войны У него не будет А если выиграет То он скажет Ну вот а что Французский народ Не доверяет Я же говорил все Вот это про войну Как бы Это значит что Французский народ Не доверяет Значит можно вот это Все делать И так далее И так далее То есть здесь вот Тоже Развитие Внутри политической ситуации Внутри Франции Будет на мой взгляд И иметь значение Вот Но еще раз повторю Самое главное Заключается именно в том Что они считают Что вот Украина Уже де-факто Находится в НАТО Они как бы С одной стороны Могут не брать на себя обязательства С другой стороны Они используют ее В военном отношении Так как даже еще и не снилось Ему словно говоря Два года назад Да Вот И в этом смысле Можно вести Такой сафари Они же привыкли к этому Есть метрополия В метрополии все спокойно Так сказать Да Можно намазывать На этот самое На Хрустящую булку На хрустящую французскую булку Так сказать Да Что они там намазывают Не знаю Этот самый Лягушек своих намазывают Да Как бы запивать это кофейком Как бы да Потягиваете иногда Там это самое Божеле Ну это все что я знаю О Франции практически Сейчас я вот рассказал Вот Хотя там раза три там бывал Как бы Но недолго очень Вот А там на сафари Будут выезжать желающие Желающие так сказать Ищущие острых ощущений Желающие подзаработать денег Сделать карьеру Там продвинуть политический капитал Там Или что нибудь в этом роде Да Вот И там мы будем Вот это самое Это же чистой воды Значит Ощущение себя Метрополии То есть вот то самое Колониальное мышление Которому они привыкли За много столетий Вот У нас в Европе будет одно Мы здесь будем просто Складывать там условно говоря Богатство Там галеоны С золотом будут приходить Из дальних этих самых С дальних краев Тут мы будем это самое Все это дело складывать Вот А там где-то Там будет вестись война Будет вестись война Руками туземцев Мы будем там За главных Вот Ну и как-то может быть Даже где-то что-то Там будем как-то чем-то руководить И так далее Вот если мы Вот эту ситуацию Не разрушим Я думаю Они могут пойти Достаточно далеко Достаточно далеко Потому что Всяких разных отморозков Вот Типа там Эстонцев Там поляков И прочее Вот Ну и А также своих собственных Там Ну да Может хватить на то Чтобы сколотить Там несколько батальонов Это совершенно точно А может быть даже и больше Вот Ну и по крайней мере Условно говоря Если их там поставят Где-то там В тылу Там да В СУ смогут освободить Определенное количество Так сказать Своих собственных Тыловых частей Для того чтобы Перебросить их на фронт Это Это вот такая вот Реальная Опасность Хотя опять же Не очень понятно Что же они будут делать Если вот эти Их самые Так сказать Замечательные подразделения Начнут нести реальные потери Потому что пока Значит да Пока как бы речь идет О каких-то Значит наемниках Или каких-то Замаскированных Там спецназовцах Это одно А когда например Скажем потери Станут массовыми Вот И это дело Начнет всплывать Это будет уже Немножко другое Это будет другое А потери будут В любом случае Да Потому что там идет Достаточно жестокая война Как бы да И без потерь Точно не обойтись И никакие такие Так сказать Французские Скажем Или какие-то другие Флаги Как бы их Сами по себе Не защитят Вот Мы видим Как бы горит И американская техника Горит и европейская техника Вот И вообще не бывает Никакой такой техники Которая не горит Вот И не бывает Никаких таких Так сказать Суперсолдат Которые Которые неуязвимы Которые Так сказать Не могут погибнуть Или быть ранены Поэтому Вопрос Вопрос в том Осознают или не осознают Я думаю Что они не осознают Именно из-за того Что считают Что можно вести Вот такую колониальную войну Они к этому привыкли Они к этому привыкли Мы вот есть колониальная война Вот где-то там такой Причем оттуда В случае чего В принципе Можно будет достаточно быстро Свернуться А у нас там Условных Парижах Марселях И всем остальным И наших Лондонах Как бы все будет Тихо Спокойно И как обычно Но с другой стороны Ну хорошо Там сколько-то батальонов Да Ну вот Были озвучены же цифры Да Там порядка Если память не изменяет 50 тысяч человек Потерь В месяц Да Со стороны Украины Ну что тут Может батальон Честно говоря Сделать на фоне этого Причем половина Это безвозвратные потери 25 тысяч человек Тяжело раненых Которые не могут вернуться Строи убитые Пропавшие без вести И же с ними Ну это к вопросу Подросткового мышления Все-таки Вот эта массовая культура Она к сожалению С нами со всеми Сыграла очень злую шутку Нам даже самые страшные картины Представляются в первую очередь Экранными образами Я кстати говоря думаю Что и вот это вот Значит Все эти так называемые Мясные жуткие видео В телеграме Они тоже с нами со всеми Делают развращающую То сказать Историю Они нас развращают Да Они нас приучают тому Что смерть Значит Причем страшная смерть Или какие-то зверства И прочее Это ну как бы обычная Просто картинка в телефоне Просто картинка на экране И для этих политиков Это тоже к сожалению В том числе так А это снижает уровень ответственности За принимаемые решения Сейчас коротенький перерыв И мы вернемся Вести ФМ Я вот думаю Что действительно Там тот же батальон Самых замечательных Самых здоровых Французских Я не знаю Этих самых легионеров Да Он мало что может решить И те же Ф-16 О которых так много говорят Ну сколько их там тоже поставят Там ну 10 допустим Даже штук Да Они тоже ничего не решат С учетом того Насколько масштабный Масштабный этот конфликт Крупнейший Вообще без дураков Крупнейший На территории Европы Просто с 45 года И Но при всем при этом Вот сейчас говорят о том Что те же Ф-16 Которые вот Получит Украина От западных стран Могут быть размещены На авиабазах За границей Да Естественно Самолет можно Исходя из логики Сбить Когда он летит На свою цель Да Либо гораздо проще Когда он стоит На земле Вот И таким образом Они Понятное дело Хотят защитить их Каким-то Какими-то Значит Границами От наших ракет Которые Естественно Могут все это дело Поразить Любые ангары Все что угодно И Возможно Вот эти вот Действительно Условный батальон Который Ну Станет там К примеру Около Киева Да Там или где-нибудь Под Днепру Или там еще где-нибудь Вот он стоит И есть некая иллюзия Что он Не прикосновен По нему не будут Наноситься ударов А насколько На ваш взгляд Это вот все Вообще иллюзорно Насколько могут быть Нанесены удары Потому что Но ведь это же просто Казус Беля Что касается частей Находящихся На территории Украины Вообще Все равно Под кем они будут Флагом Они я думаю Что гарантированно Станут объектом Для ударов Что касается Аэродромов На территории стран НАТО Здесь ситуация Более сложная Потому что пока Российское руководство Не демонстрирует Готовность К такому К таким решениям Я только что Сказал про Самолеты-разведчики Которые наводят Ракеты на наши города Они летают В международном Воздушном пространстве Но мы их не трогаем Они даже не сидят На базах НАТО Это значит Что если они На базах НАТО Тем более Мы их трогать не будем Поэтому это Более серьезная задача Хотя На мой личный взгляд Если говорят Боятся ядерной войны В том то и дело Что Америка Европа не боится Ядерной войны Потому что уверена Что мы никогда На это не пойдем Кто знает Может быть здесь Как раз Резкий Подъем ставок С нашей стороны Он их охладит И покажет Что они тоже Находятся под ударом С другой стороны Конечно Это рискованный шаг Я имею ввиду Бить по базам НАТО Потому что Ну понятно Что странам НАТО Как-то придется Реагировать на это дело Они не смогут Просто сказать Что ну вот Мы здесь ни при чем Там прочее Прочее Хотя могут там Какие-то протесты Подняться Я не знаю Там Ситуация такая Довольно В этом смысле сложная Что касается Ф-16 как таковых Главная проблема В том Что они могут быть Платформами для Крылатых ракет Вот и для Значит Другого оружия Сами по себе Как самолеты Но они самолеты И самолеты В принципе Ничего такого Они там прям Удивительного Из себя не представляют А вопрос в том Что они могут нести Эти самые Эти самые ракеты Вот Но придется Придется принимать Какие-то решения Вот Еще раз повторю Ну к сожалению Пока они не поймут Что для них Это проблема Вот Они не остановятся Тут даже Знаете Может быть даже Хорошо бы Если бы они ввели Тут какие-нибудь батальоны Как бы да А мы бы они бы мочканули И серьезные были бы Потери Вот по крайней мере Это показало бы Что они не являются Неприкосновенными Пока Пока Мы Наша страна У них Культивирует Ощущение Неприкосновенности Мы не трогаем Руководство Политической Украины Мы не трогаем Тех политиков Западных Которые регулярно Ездят На Украину Мы не трогаем Как бы Их самолеты Разведчики Мы не угрожаем Как бы Их базам Мы как бы Демонстрируем Всячески Что вот Ну опять же Может так случайно получается А может нарочно Я не знаю Вот Что Что они Как бы вроде бы Как-то сказать Какие-то неприкасаемые Это На мой взгляд Да Как раз у них развивает Ощущение того Что может быть Все что угодно Но они останутся В безопасности Я думаю Что это вот Тупиковое Как бы Такое Направление Потому что Думать что Это их чат Чего-то остановит Ну было бы Было бы странно Потому что пока Ничего это их не останавливает То есть Мы вроде бы Вы это должны ценить Да Нифига они не ценят Наоборот им кажется Что это Что это наша слабость Вот собственно Все Поэтому Если бы они даже Может быть Ввели бы туда Какую-нибудь там Часть Условно говоря А мы бы По этой части Вмолотили бы Так Так Чтобы сразу Пошло бы Несколько десятков Или сотен Гробов Глядишь Как бы Они немножко Протрезвели бы Ну и действительно Вот История про то Что эти самолеты Могут быть Платформами Для ракет Это же такая Террористическая Во многом Тактика Потому что Ну сколько Даже этих Вот Десять самолетов Допустим По два вылета В день Они будут делать Двадцать ракет Что это может Изменить на Театре военных Действий Такого масштаба Ну я так скажу А это может ли По большому счету Да действительно Это как бы Авантюра Вот серьезная Но Значит Здесь есть Два Так сказать Направления Первое Могут ли они Таким образом Нанести поражение России Да Как государству Нет не могут Нет не могут Да Но например Скажем Это может Значит Как им кажется Дестабилизировать Ситуацию внутри России Там да Привести к каким-то Антивоенным Условно говоря Движениям И прочее Прочее Хотя мне кажется Это достаточно Мало Мало Вероятном И на самом деле Если они это будут делать То скорее Как бы наоборот Реакция общества Российского Она будет такая Ну наконец Уже уничтожьте их Нахрен Да Вот и все Плевать на все эти Дипломатии На все остальное Давайте уже Знаете Слушайте Лучше так сказать Значит Как это Ужасный конец Чем ужас без конца Вот Потому что Вот это Привращается в какой-то Ужас без конца Да Отрезаем Отрезаем хвост собаки По кусочкам Потому что Ее очень жалеем Да То есть на самом деле Мне кажется Это может как раз И сейчас уже Это приводит к раздражению Там в конце концов Слушайте Ну уже Сделайте что-нибудь Чтобы от них Ничего не осталось Вот Или тогда Так сказать Вопрос А зачем это Вообще все Происходит И так далее Но есть и другая Другая логика Которую тоже Периодически озвучивают Это попытка Нанести военное Поражение России Через ее Обезоруживание Ну условно говоря Например скажем Эти ракеты Как вы говорите Они будут бить Не столько По гражданским Объектам Сколько по Опять же там Станциям Радиолокационных Радиолокационных Станциям раннего Предупреждения По ракетным шахтам Так сказать И по каким-то Объектам Самой дислокации РВСН Ракетных Вот так вот А потом Вдруг это Например скажем Превратится в такую ситуацию При которой Раз Как бы и Россия Оказалась беззащитной А тогда они Выставят свой ультиматум И ничего не останется Нам как пойти на этот ультиматум Потому что Ультиматум будет такой Вот мол мы тогда Вас разрушим Значит ядерным оружием Я считаю Что это тоже авантюра И этого тоже не будет Да Но могут ли они так думать Да Но это опять же К вопросу действительно Об их вменяемости Потому что это как бы Ну невероятно опасная авантюра Которая их же самих Ставит под удар Но опять же Здесь есть какая-то уверенность Которую мы в них укоренили Всем периодам перестройки Позднего Советского Союза И всем постсоветским периодам Что мы такие предсказуемые С одной стороны А с другой стороны Так сказать Мы так уже внутренне изменились Да Вот деньги для нас там все Как бы Да и вообще Как бы мы сами не понимаем Во что нам верить Что мы никогда в жизни На это не пойдем Вот Хотя Есть и момент Действительно Вот Неадекватности Крайне низкого качества Западной элиты Она По большому счету Теряет управление над миром Поэтому им кажется Им кажется Они сами переоценивают Конфликт на Украине Да Им кажется Что это решающая битва За Так сказать Власть над миром На самом деле Власть над миром Они уже потеряли Вот мое личное мнение Независимо от исхода конфликта На Украине Власть над миром Настоящую Такую Сто процентную власть Они уже потеряли Причем в первую очередь В результате собственных ошибок В результате собственной наглости Собственного Так сказать Чувства превосходства Необоснованного Собственного Так сказать Жлобства И так далее И так далее Вот Но им вот они себе внушают, что это вот, ну все, это вот битва якобы за этот самый, битва, так сказать, за вот, за их власть над миром происходит на Украине. Битва за их власть над миром, как бы, да, она уже, она уже по сути проигранная, вопрос только вот в ее растягивании. Но это, к сожалению, их может толкнуть и на такие довольно авантюрные шаги.